А теперь подробнее об этих и других событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, доложили руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые необходимо обсудить традиционно. Это работа блока ЖКХ. В настоящий момент из всех многоквартирных домов 821 дом уже готов к прохождению зимы. Соответствующие паспорта подписаны и подгружены во из ГЖИ. Из 64 ВНС 29 готовы, что составляет 45%. Из 26 ВЗУ 11 ВЗУ готовы, из 50 КНС 23. Из 82 котельных 46 котельных, а это 56%, к прохождению топительного сезона также готовы. И 45 СТП из 105. В тех же пропорциях 45% готовы сети водоснабжения и водоотведения. Сети теплоснабжения готовы на 55%, 155 км из 284 почти. У нас проводится в поселке Октябрьский от улиц Текстильщиков замена 850 погонных метров тепловых сетей диаметром 500 мм. Тепловые сети от Котельной на Попово улицы Побратимов 260 мм и в поселках улицы Пролетарской дорожной Лорха Некрасова Карла Маркса 4,2 км в двухтрудном исчислении. Всего мы ремонтируем в этом году 5,31 км сетей. В части ремонта подъездов план городского округа Люберц на этот год составляет 129 подъездов. Из них 105 подъездов ремонтируются компанией ЛГЖТ. На сегодняшний день выполнено 23 подъезда и в работе находится 61. Все подъезды будут отремонтированы до начала топительного сезона. Следующий доклад. Содержание уличной дорожной сети доложит Казаков Кирилл Владимирович. В летний период задействованы 102 единицы дорожной техники и 328 дорожных рабочих. За прошедшую неделю проводились работы по уборке смета и мойке дорожного покрытия 412 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улице Кирова, Котельническая, Льва Толстого, воинов-интернационалистов, а также поселки Калинино. Следующий доклад о работе, о соблюдении требований природоохранного законодательства доложит Курчигина Ирина Валерьевна. По итогам прошлого года совместно с Министерством экологии проведено 45 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлено 80 предостережений, вынесено 10 постановлений о назначении административного наказания и рассчитано 3 ущерба за загрязнение почв на общую сумму 120 миллионов рублей. В этом году работа продолжается, и результаты за первое полугодие вы видите на слайде. Самая резонансная оказалась промзона в деревне Матяково, вблизи реки Чернавки. Регулярно поступают жалобы от жителей ЖК Кореневский форт и СНТ Марусин сад. По указанию главы округа была проведена комплексная проверка, в которой приняли участие МВД, ГИБДД, администрация, Министерство экологии. По итогам проверок правоохранительными органами составлено 15 протоколов, а также 4 иностранных граждана выдворены за пределы Российской Федерации. По итогам исследований взятия проб на 8 земельных участках начислен ущерб на общую сумму более 62 миллионов рублей. Ситуация стала меняться в лучшую сторону, и те предприниматели, которые везли раньше грунт, мусор, сжигали, непонятно что, уже получают достаточно серьезные штрафы. Вот одна из компаний 64 миллиона, правильно, не ошибаюсь, получила. Думаю, после этого задумаются лишний раз, как на нашу территорию завозить тот или иной строительный мусор. Коллеги, у нас все вопросы по повестке, есть другие предложения, дополнения. Если нет, то всем хорошей рабочей недели.